И всем здоров, с вами Макс Листов, и это мое новое видео. В 2018 году я впервые приехал на Бали и понял, что я обязан показать это место человеку, который создал мою жизнь. Спустя 4 года, в августе 2022-го, я позвонил ей, чтобы кое-что рассказать. Привет, сын Оль. Привет, как дела? Я красава, какие розочки. У меня такой велосипедик с цветочками. Вот, какая шикарная роза, видишь? Мы сегодня тоже переехали. Точнее, не тоже, просто переехали. Переехали куда? Ну, просто... Это в другой район? Да, в другую квартиру, так здесь более спокойно. Вид такой зеленый из окна. Вновь работаю сейчас. Москва, Дубай, Дубай, Бали. Ты что, мне билет уже взял? Ну да, ну, в общем, твой билетик. Ой, Макс, ой, господи, неужели это все реально? Макс, я безумно счастлива. Мне даже не верится, что я буду на Бали с тобой и с Евой. Я не на зимовке, я не в отпуске, я просто так живу. Тропики это моя обычная жизнь. И она совершенно отличается от того, что я привык видеть до этого в другой жизни, как я ее сейчас называю. И мама, к сожалению, такого не видела тоже, поэтому я очень хотел показать ей тот вайб, в котором можно жить, где можно жить, как можно жить. Поэтому я купил ей билет, оплатил все жилье, все расходы полностью взял на себя и организовал ей трехнедельную поездку по Бали, которую приглашаю вас сейчас погрузиться в этом самом видео. Так что спустя три месяца после нашего звонка настал, наконец-то, день Икс, и мама прилетает на Бали, и я выезжаю ее встречать. Переходим в этот день. Приятного вам просмотра. Я подготовился максимально ответственно, и у меня есть целый огромный букет. Так что прямо сейчас выдвигаюсь в аэропорт, встречаюсь уже маму. Включил музыку, чтобы домой пришли домой. Играла музыка. Ну что, уже в аэропорту машина припаркована, осталось пойти, собственно говоря, встретить маму. Классно. Кто-то только прилетает впервые на Бали. Тропики. Отдых. Кайфово. Тот самый аэропорт впервые прилетел сюда после Америки, когда я понял, что хочу жить в постоянных тепле, в тропиках, среди парен, джунглей, и именно сюда прилетел. А сейчас иду встречать самостоятельно. Мама в этот аэропорт, интересно. Когда приезжаешь сюда впервые, прям реально мурашки погожи. Тут все встречающие. Наша задача встать в самом начале, потому что она нас видит туда максимально рано. Боже, как это трогательно. Кто-то прилетает, да? Как это, наверное, как будто, я не знаю. Лэнда 22-42. Получается, ну типа, полчаса прошло уже. Это были самые долгие полчаса ожидания в моей жизни. Я всматривался в каждое лицо и находил в нем ее, но все еще не находил. Но как только я ее увидел, сразу понял, мама на Бали. Мы подаловали на Бали. Наконец-то, кем-то, 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 кем-то. Это здесь. Какая красота. Ну что, поехали? Познакомься. Это Индонезия. О, вообще просто шикарный. Ну что, момент. Наконец-то настал. Никого с витамина нет, а я есть. Да, никого, ни одного человека. Вообще. Ой, все, дети мои. Ты мой хороший, красавчик мой. Добро пожаловать на Бали. Мне не верится до сих пор, что я вообще долетела. Завтра у тебя поверится, когда увидишь все. Сколько тебе непривычно быть сейчас за левым сидением? Ой, вообще, что-то я как-то даже не пойму. Боже мой, одной рукой. С ума сойти. Просто пипец. Мало того, что правая руль, так еще и одна. И правая рука. Кстати, да, в этом видео я буду с гипсом. Несколькими месяцами ранее я был в Турции, играл в теннис, упал и сломал на запястье маленькую косточку, что пришлось класть гипс на три месяца. И там телевизор. Там все... И подушечка, и пледик тебе. И вот в этом рейсе... Рожа, мне не верится, как будто это фильмы, ты сейчас не здесь, где-то в телефоне постоянно. Вот это наша вилла? Да, это наша вилла. Вся, что ли? Вся, что ли? Как тебе со стороны, ты красотка? Это дурианы сразу. Вот это агромули. Это твоя комната. Начнем с нее. О, моей на столовой твоей. Это твоя комната. Это телевизор. Тут у тебя своя кухня. Тут ты будешь спать. Это твоя ванная. Это твоя ванная. Это твоя гардеробная. Это уличный душ. Это душ? Да. И что, тут прям вода будет? Это сауна. Да ты что? И что, ее нужно включить и попариться, да? Мы это делаем часто, когда у меня была рука. Сейчас я выходит в нее одна. Так что можешь пойти в нее прямо сейчас. Хочешь сходить сегодня? Нет. Ладно. Мы поднимаемся с тобой дальше. И уже с тобой видим основную зону нашей виллы. О, мои какие там. Пассейн-то какой. Тут прям плавать можно? Конечно. А ты думала, что? А заходить вот на эту тумбочку, да? Да. А, вон лесенки. Это такой вот здесь у нас фит. Это второй этаж. Мы здесь будем кино смотреть. Да. Вот это да. Вот это стол. Давай со вспышкой еще раз сделаем. О, а это что такое? Это, это нони фрукт. Возьми один и понюхай. Какой сырный? А пахнет сыром в плесне. Я тоже так думаю. Я его не ем, я его ест. Это лайма. Такие маленькие. Да. Ананасы. Это авокадо разные, смотри, типа местные. Смотри. Аккуратно. Это геккон. Вон, это два геккона. Типа это нормальная тема. Вот, типа, гекконы просто жили где-то здесь. Куда и вон в вазе, вон в той, в круглой. Живя в Юго-Восточной Азии, по вечерам дома ты постоянно видишь геккону. В них нет ничего страшного. Они не трогают людей, не кусаются. По большей части, просто сидят на потолке и пытаются ловить насекомых. Банан, кокосы. Банан, кексиновый район. Ооо. Это ванная. Ооо. В первый день мы просто легли спать, так как было уже поздно и мама устала после длинного полета. На следующее утро мы проснулись, собрались и поехали завтракать. Мы приехали. Это алхимия. Новое место, которого здесь раньше не было, теперь оно здесь есть. Оценка места алхимия. Мне очень понравилась, прям пятерочка такая. Сразу после завтрака мы решили пройтись по ближайшим магазинам и сделать для мамы небольшой шопер, чтобы она выглядела немного более поболись, более расслабленной. Отлично выглядишь. Смотрите, ты уже месяца шесть. Не, выглядишь реально офигенно. Мне очень нравится. Диколепно. Красавка. Ооо. Я просто счастлива. Это что такое? Что это? Салак. А что это такое? Фрук. Ооо. Манго, мне купите манго. Смотри, это просто все разные. Раз сорт, два сорт, три сорт. Манго, мне купите манго. И вот эту я хочу. Вот эту я тоже люблю. Как оно, мам? Ой, Макс, это же просто. Ой, что-то нереальное. Сделай мне фотку. Давай сделаем. Я не могу поверить своему счастью. Я еще как-то вообще в том числе. Я была в бассейне, вылежала, посмотрела на это, на все. Просто какой-то кайф. Ничего не делаю. Я сегодня ничего не делаю. Вообще ничего. Вообще ничего. Даже не убиралась. Я просто наслаждалась просто каждое мгновение. А в чем еще смысл жизни? Убираться и что-то делать? Все равно это как бы есть в каждой жизни. Убираться? Да нет, можно не убираться. Почему? Если для этого уборщица. Ну как тебе? Вот так вот мы живем. И так у нас каждый день уже 4 года. Как я тебе говорил, за прехар раз на Бабе, что ты здесь побываешь. Что я тебе обязательно привезу. Вот, привез. КОНЕЦ КОНЕЦ Едем. Это дикие обезьяны? Да. Ой, ну надо же, сколько. А как это они, что тут живут? Это вон их домик? Ой, бананы жуют, бедненькие. Привет, привет, привет. Я правда вас боюсь. Ой, понюхала. Офигеть. Ой, боже мой. У него быстрое переключение срабатывало. Кошмар какой. Ой, вот это да. И никуда не надо ехать. И в какой обезьяне парк. Ой, ну надо же, как интересно. Кто выедет на улицу за 100 баксов? Боже мой, какая красота. Офигеть. Пахнет морем. Боже, как же здорово. Скалы такие красивые. Обожаю, когда скалы и горы. Очень мощно. Просто, просто, просто сила. Сила, красота. И реально. Такое ощущение, что чувствуется, что это не море. Мы на пляж приехали. На пляж. Красиво. Красиво. В волне прям бьюзовая вода. Прям нежно-нежно голубая. Ой, 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 как красиво. Ой, 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 ой. Прям нежно. Прям нежно. Благодаря. Постой, прости. У-на- samew иногда. Ой, так он так легко чистится. Вот так просто, короче, его кусаешься и чистишь дальше. Да, потом думаешь, что это же драгонфрукт. Ну вот и все, и что не так? Сейчас все, губы, все будет красное. Так, это же фрукт. Ну лучше не головой, да, как ты сейчас пыталась. Просто ногами. Ой, ужас. Ты не надо головой. Ой, не головой. Смотрите. Белая. Блин, как круто. Ой, если ты, я не знаю, кажется, это было. Ты зафига, полточка такая. Куда приехали, мама, рассказывай. Кайфовать. Тебе массаж. Что будешь делать? Массаж ножек, массаж спинки, массаж лица, педикюр. Ты все смешивала сочетнуть сегодня в один день. Да. Наслаждаешься. Куда едем? Ой, мы едем на океан. Наконец-то мы едем на океан. Неделя. 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 Неделя на Бали. Макс, ты знаешь, я сегодня проснулась и поняла. Как же хорошо, что я тебе послушала, что ты мне сказал про две недели. Я даже представить не могу, что если бы я через неделю улетела, и что бы я улетела. Я вот только, вот только я вообще расслабилась до такой степени, что вообще никаких забот в голове. Голова пустая. Дядь, вы приезжают на Бали. Просто я наслаждаюсь практически каждым мгновением, каждым моментом. А я бы сейчас начала бы думать о том, что мне через сколько-то дней улетают. Ух ты. А что это за ленты такие странные висят? Ну, ленты какие-то. Очень странные. Так, маме понравился храм. Мама фотографировать пошла на улице храм. Вау, вау, ой, люблю, когда вот скалы, горы какие-нибудь, очень красивые. Как здорово, запах такой прям, водоросль, я имею в виду, как здорово. Вот она, мечта. Как же я тебе благодарна за это все. А я тебе за это все благодарен. Я даже не могу обновить, а это все случилось. Ты думала, не получится? Что-то как-то так невероятно было. И прям вот за три недели тебя благодарю. Все пишут, что просто всегда мне пишут. Субтитры сделал DimaTorzok. Это мой завтрак. Ну что, выглядит красиво. Мне тоже нравится. Проваим. На этом моменте заканчивается наша неделя в первой вилле в Лувату. Мы собираем вещи и отправляемся в следующую виллу, которых впереди у нас еще целых пять. Спасибо, Горю Виллу, за теплый прием. Здесь было мега круто. Все мега круто. Нас ждут новые путешествия. Вернулся в колхоз. Он работал компаньером, папа, ну туда, в Тульскую деревню. А потом им дали комнату, папе дали от кирпичного завода комнату вот эту вот на Люсиновке. Ай, ну надо же, как красиво продают. Вы про этот дым вы говорили или нет? Ну это просто что-то горит. Вон, видишь, в канаве что-то что-то горит. Не будет, такого будет много. Жесть. Скорее всего, это мусор просто горит. Пластиковый контейнер какой-нибудь и все. Сотерем. По дороге мы остановились поесть дуриан. Вы точно знаете про мою любовь к ним. Рассказывать про них много здесь не собираюсь. Просто лишь скажу про то, что многие истории про то, что дуриан вонючий фрук пошли оттуда. Что по большей части многие люди пробовали дурианы в Таиланде. А в Таиланде очень низкое их качество. И продавцы по большей части сами не разбираются, что продают. И купить хороший дуриан в Таиланде и в Индонезии можно только, если вы сами в них разбираетесь, умеете выбирать и понимаете, какой вообще он должен быть в идеале. Поэтому выводы об их ужасном вкусе делают те, кто покупал дурианы там, где продавцы сами не понимали, что они продают. И купили либо переспевшие, либо недоспелые, либо просто невкусные. Поэтому, возможно, стоит не делать преждевременные выводы, введясь на мифы в интернете, а сделать свой собственный вывод, пробовав там, где продавцы понимают, что они вообще продают. Проще всего это сделать в Куалумпуре или в Сингапуре. Ведь там будет самое высокое качество. На Бали же можно найти очень хорошие дурианы, но по большей части только, если ты умеешь их выбирать и находишься в правильном месте в правильное время. Вот он такой, какой-то сочный. Ой, очень нравится. Вот это да! Вот это прям джунгли! Вау! Боже, какой... Блин, круто! Афигенски! Вот это да! Вот это тут природа! Вот здесь все такое вообще, какое-то вообще совсем другое! Ну, это вообще просто бомба! Ты заходишь, идешь сюда, а тут... А-ха-ха-ха-ха! Вообще просто! И тут тепло, и ты тут лежишь в ванной! Ты заходишь так сюда... Ой, франжапаник! Ах, как пахнет вообще офигеть! Очень все круто! И моешься! Такая вот наша первая удбудская вилла! Просто круто! Три дня мы здесь! Оно все в таких джунг-цветах! Разноцветных! Все, все как я люблю! Цветочки везде! Просто нереально! И вот так просыпаешься! А-а-а! А тут вот такой вид! Офигеть! А вот эти ветки у пальмы, они что, реально красные? То есть это сорт пальмы такой, что ли, с красными стволами? Офигеть! 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 Господи, вообще я... Конечно, была в раю! Здесь просто это... Вот! Вот он рай! Офигеть! 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 Субтитры делал DimaTorzok Я тебе благодарна Я так тебя люблю Я знала, что когда-то Вот все вот так вот и будет Я всегда в тебя верила, я тебе всегда это говорила Ты не дала мне идти в 9 класса, который я хотела? Не дала, да Я знала, что мне надо уходить раньше Вот эти рамки, в которых мы жили И вот это вот, что ты пытался все время вырваться в какую-то новую жизнь Но вот мне было тяжело Мне казалось, что вот я должна дать тебе образование Ну сейчас это что-то вообще нереальное Это период сложный, который был у нас в отношении Сейчас просто я безумно тебя люблю Я безумно такой горжусь Я знаю, что все будет как вы хотите Что ты добьешься ничего больше Так что, дожди, в итоге все же корочка не нужна? Ну не каждый же вот так вот сможет как ты Вырваться, вот уехать куда-то В Америку один, туда, сюда Что-то там создать Не каждый это сможет Ты знаешь, а тут нет Он не может, как бы ему нужна корочка Чтобы он работал на кого-то Ты вот говоришь, сможешь Ни папа, ни ты никогда ни на кого не работали Говоришь, сможешь, как будто бы это какая-то удача Тут нет никакой удачи Сможет любой абсолютно, пока у него бьется сердце Не сможешь, если только сердце перестанет биться Тогда все, тогда не смог Не смог найти клиентов, не смог заработать деньги Все, не смог, точка А пока сердце бьется У нас есть бесконечное количество попыток Которые мы можем делать Поэтому каждый, кто это захочет сделать Он это может сделать Главное верить в себя И не ломаться на то, что говорят окружающие Ты очень необычный, так же, как и Евы Вы какие-то свободные люди Вот внутри у вас свобода Это здорово Здорово Блин, как там классно, Макс, вообще Вот такой вот я не очень Девять классов в образовании Макс, ты представлял, что вот так вот это? Так я знал Я же тебя вез не просто так Я же знал, куда я тебя везу Везу показать тебе другой мир Которого ты еще не видела Как можно жить Где можно жить И это моя жизнь Я так живу постоянно Вследние 4 года я живу именно так Какая-то другая жизнь Когда ты просто вспоминаешься с контрастом У тебя мурашки по коже От того просто Какое, типа, ты сделал путь Чтобы быть здесь И это стоит того Вся в цветочках Я буду тут спать Вся в цветочках Здесь как-то все по-другому Даже время я прочувствовала по-другому Атмосферу Тепло вот это вот Ты говорила, ну да Ну дождик пройдет Ну думаю, блин, дождик, кошмар какой А тут он прошел И все равно тепло Ты все равно плаваешь Ты все равно раздетый Утром раздетый Днем раздетый Ночью раздетый Ты такая милая Реально? Это мы называем тебя милая Реально? Да Мы идем на массаж Первый наш будский Наконец-то массаж В нашем любимом секретном месте Приехали в Бубуд И тут сейчас просто В сравнении с тем, что было Когда мы были здесь в последний раз Такая большая разница Огромное количество людей Машин Байков Парковаться почти что негде Мы пробовались В 10 минутах Идем теперь пешком на массаж Потому что Просто Трафик был Очень жестокий сейчас А мы еще и в этот раз На машине Но однозначно У Бубуд для меня Сейчас место Гораздо более приятное И интересное Чем Луватор Хотя Когда что-то новое Так всегда Давай, Мал Пожалуй, я попрошу Тут политического убежища Рассказывай В этом массажном салоне Такие ощущения Я еще никогда не испытывала Такие движения Такие техники Что, мне зря он лучший? Это просто бомбически Не, ну здесь Афганистическая зона Здесь как в Европе Даже напоминает Европу Она расцвела Просто У меня тут прям Все Там я как это В заточении В деревне была Тут вот она Жизнь Магазины Кафешки Знакомься Это Ситс оф лайф Заходим в кафе Пожалуйста Заходим в кафе Ты будешь ужинать Ничего себе Вы издеваетесь Что все мне Итак, первое Это у нас Ньокки Где лазанья? Второе Это лазанья Третье Это панкейк Вот это Ньокки? Это мамин Ужин Это мини-йокки Да Это мини-йокки Что тут Ладно, сейчас я сам Ладно, пробуй Как будто что-то с грибами Второе у нас лазанья Очень вкусно И такое впечатление, что тут еще попадается манго, что-ли кусочки какие-то сладкие Да, тут есть скорее всего Очень сытно Все было интересно, познавательно Ничего себе ты потрясающе выглядишь Ты его успела купить? У тебя было с собой? Чего ты его ни разу не надевала? И сегодня наш первый полный день в Убуде До этого мы работали Мама выходила погулять И теперь мы выходим из нашего комплекса Тут такие три вилла стоят Все в зелени, просто максимально в джунглях Мы едем на саунд-хиллинг Лучшее место Убуда К лучшему эксперту по саунд-хиллингу Это будет классно На баре всегда надо ходить с камнем на всякий случай, куда ты идешь Да? Здравствуйте, Руслан Я не знаю, заочно давно знаком Десять лет в Москве прошло Возьмем на жизненную энергию Просто в город Усасывал, усасывал, усасывал Да, сумасшедший И, конечно, что там будет Если быстро хочется жизнь прожить То туда, конечно, идеально Быстро жизнь проходит Не замечаешь Не помню, как я действую там прожил Вообще не помню Это было очень необычно Руслан, я прям тебя благодарю Я даже готова поделиться В восторге вот от этих звуков Чаш И вот когда Высокий звук колокольчиков много Это как ты это делаешь? Я даже понять не могу Сначала просто вот слушала-слушала звуки Да, потом В какой-то момент Когда Тело становится Шир Фильм снять Ведь это такой талант у тебя Я не знаю Тебе надо было в Колумбе Пикчис работать Снимать все им Не представляют Что он сказал Тебя в самолете Мои подписчики встретили Конечно Я сидела с ними Мы что-то Я даже не знаю Я спросила, откуда они Они сказали, Дагестан Я говорю, да вы что? А вы случайно не знаете? Вот не смотрели видео Макс Листов Дагестана? Они говорят, да конечно У нас его все смотрели Я вообще обалдела просто Я говорю, так это мой сын Она так мужу А, это мама Макса Это вообще просто То есть Я не знаю Как можно жить в такой красоте С такими пролетами твоего дрона И не сделать такой фильм Я обожаю просто твои вот эти вот Видео с природой И вот с какими-то новыми локациями Это что-то вот У меня это вот как десерт для меня Я просто понимаю Когда выходит твое видео Я просто понимаю Что я вечером сяду Просто вот Приму душ Лягу до кровати И просто включу его в 4К Благодарна тебе за то Что тогда телек вы купили в 4К И буду просто смотреть И быть с тобой в моменте У тебя такие видео Что у меня я мурашками Вся прокрываюсь Я просто дышать забываю Я вот это видео Где ты поднимаешься Где ты в секвое В национальном парке в Америке Где вот эти вот секвое Ты едешь И вот эти вот Вид Вот там такая музыка Просто переворачивающая Из тебя просто Изнутри всю душу И ты просто Ты понимаешь Что ты просто не дышишь Ты летишь вот над этим всем И ты не дышишь Ты просто Я говорю Забываю дышать Ну что Вот у нас завершающее утро В доме Каждый день идет дождь Такой он убудский убуд И переезжаем сегодня В другую виллу в Убуде Вот такой вот сейчас здесь движ Тут стучки для съемки Тут уже вещи И тут уже мы выходим И тут у нас лежат Дурианчики Ой, у нас здесь тоже бассейн Классно Бассейн на всех Ух ты Виллах на Балле Почти есть Ой, как миленько Ой, как все какое-то Прям такое Как в деревне Ну и есть деревня Рисовое поле Шезлонг в воде? Угу Шезлонг в воде Водичка Вот оно Рисовое поле То самое Залитое водой Где вот сейчас зернышки? Их еще нет Их еще слишком молодой Слишком молодой Там тоже дверь Прям сюда, да? Угу Ой, я хочу вон там Спальню Хорошо Тата двоя Ой, как красиво Классно И у Калина Был свой душ Да? Угу Тут у нас обеденная зона Ух, пекла классно Ну здорово Как тебе? Вообще очень необычно Это наша третья вилла Такая пока что Твоя самая любимая Моя, наверное, все же первая Самая она уникальная Из всех Ну, моя, наверное, тоже Не, ну вот вчерашний Ой, сегодняшний еще Мне тоже понравилось Но вот ощущение, что мы приехали Как будто в деревушек Просто мы как будто в деревне Да мы ездили Когда я впервые приехал на Бали Я сказал себе Вау Неужели тут так же, как было в деревне? Ведь в детстве Больше всего мне нравилось Проводить время Именно на даче И в деревне Там было максимально спокойно И свежо Ты мог весь день делать то Что тебе нравится Ходясь при этом на природе А не среди бетона Поэтому сейчас я выбираю Жить именно в тропик Образ жизни тут Круглый год максимально схож С тем, который раньше У меня был только летом В каникулы Я прекрасно понимаю Что для кого-то Жилье в высотке В центре мегаполиса Будет считаться тем К чему хочется стремиться Мне же всегда хотелось Жить в частном доме Там, где будет своя территория И через стенку Не будет соседей Поэтому последние года В квартирах я живу Крайне редко И предпочитаю рядовывать виллы Так мне приятнее И удобнее Первый день солнца Наконец-то Проснулись при солнышке И сейчас едем В путешествие Это просто мега круто Мне тоже нравится Это просто дух захватывает Я думала Это просто прямое поле Будет как у нас Это и 100 А тут просто Что-то невероятное Вез бы я тебя На прямое поле просто Ой, а там бассейн Очень яростный Просто вообще Просто очень красиво Очень красиво Сегодняшний день у нас Начинается с рисовых полей Там на небе Человек на велосипеде едет Вы видели это? Да А если я скажу Что он меня остановит Все ради вас Мам, мы в тебя верим Велкам ту, Бали Нет, нет Нет, слезы О, блин Ой, как здорово Моя экстра-монка О, Макс Ахахаха я не ожидала от них как-то ничего большого такого но рисовые поля и рисовые поля вроде как мимо проезжали уже видела но это что-то шедевральное это террасами просто в горы уходящие с пальмами эти вот террасы с рисовыми полями это нереально полетала над рисовыми полями над пропастью классно мне прям ощущения такие классные я получила удовольствие поборов свой страх пойдя в него не к парам войдя в него преодолев его и отпустив его вот так вот расскажу и согласен захватывает просто нереально а и и и Сейчас снимается? Да. Макс пошел воровать помидоры. Покрасней, покрасней, выбирай. Ой, классно, помидоры поедем, ура! Помидоры. Класс. Могли бы быть слаще, зато прям настоящие светочки. Ну что, мне нравится. Легкий, нежный, необычный. Очень вкусный, похож, кстати, на бабки. Это Монтонг? Нет, Локал. Локал такой большой? Да. Bye. Bye. Знакомься, мам, это Мокса. Мокса, Мокса. Вы что, с ума сошли? Откуда столько заказали-то? Отчурки. And then also cheese platters. Enjoy your food. Мама начинает по-нормальному с супа. Я же русский человек. Это божественно. Блин, это мега просто вкусно. Я бы видела. Очень вкусно. Очень вкусно. Мы уезжаем из очередной виллы. Я побывала в деревне. Вот здесь вот такое вот ощущение. Очень миленько. Красивым видом на рисовое поле. Ну, так вот как-то релаксно, спокойно. Субтитры сделал DimaTorzok Мы едем сейчас в лавину. Там, надеюсь, будет солнышко. Там будет, надеюсь, солнышко. Там будет море. Там у нас будут две виллы. Сначала на одну ночь. И потом на две ночи. И завтра утром в 6 утра нас собирают на дельфину смотреть. Ух ты, классно, да? Что, мама, в России еще с 8 градусов дождь? Там вообще мне присылают, девчонки, фотки. Там уже на деревьях практически. Даже на некоторых листьях нет. Такое все уже засохшее. Или даже желтые листья уже некрасивые. Хочешь? Заливает холодно. Ну, вообще не хочешь. Мне надо приехать еще на дачу, поехать. Как-то там сезон позакрывать немножко. Я даже не представляю. Листву надо будет грести. Представляю, сколько там сейчас листов. Но я не хочу даже об этом сейчас думать. Смотри. Ой, вот тут вот круто. А-а-а. Вот так. Листву надо будет грести. Это просто что-то сумасшедшее. Тут очень холодно. Такая красотеньушка. Что с этой стороны, что с той стороны? Дух захватывает. Не знаешь, где краж. Там мощь, а здесь блаженство. Там мощь, а здесь блаженство. Тут прям какое-то умиротворение. Боже, как прекрасно. Прекрасно. Прекольненько. Мы ходим в отель, да? А не князь там домой. Да. Потому что сейчас ресепшн. Смотри, какой бассейн длинный, угловой. Вот так вот здесь все выглядит. Такая вот вилла. Прямо на берегу моря. Море там. Посмотрим саму виллу по-быстренькому. У меня ванна, вы представляете? Что у тебя? Ванна. Где? Ой, я вообще в шоке. Я просто вообще, я вошла и офигела. Я буду спать как царевна в бадуаре. И у меня тут ванна. И вид у меня просто сумасшедший. Боже мой. Боже мой. Как так? А когда плавать? Когда? Когда? Красиво? А бассейн такой огромный, ты видел? Угу, угловой. Там помидоры растут. Это что? Побеждают убутские виллы, да, Анна? Это побеждают убутские виллы. Однозначно. Место, где мы сейчас находимся, называется Лавина. Тут почти нет туристов и совсем нет проб. В отличие от Ченгука, где мы поедем после, тут нет волн и людей на пляже. А в отличие от Убуды, где мы только что были, тут гораздо чище воздух, так как здесь гораздо меньше рисовых полей. Мне нравится север. Тут просторно, красиво и спокойно. Тут ты можешь жить в классной вилле прямо на берегу. Вот такая вот она вилла. Всем она очень понравилась. И теперь двигаемся наконец-то на пляж. Немного уже поработали, кое-что записали для проекта Евы. Получилось мне кажется точно атмосферно и классно. Черный вулканический песок. Закатное солнце. И где-то там плавает мама. Как будто сейчас не опустил чуть руку свою с гипсом. Я плаваю с ней уже максимально экспертно. Почти что, два месяца или сколько, или даже больше уже. Тут на пляже стоят такие домики. Вон еще, еще виллы. Наша вилла вон там вот за деревом. Выглядит мило. Очень уютно. И вон там где-то все еще вдалеке мама. Потому что тут я уже иду, иду. Но все еще очень-очень мелко. Конечно, я просто обожаю лавину. Тут очень челово. Очень приятно. Можно поплавать. В отличие от всех остальных почти что мест. Ну и просто как-то здесь спокойно. Нет пробок что ли, как было много в Убуде. И еще просто представляю, сколько будет в Чингу. Я не могу от этого вылезти. Я никогда не плавала в море с горячей водой. Она горячая. Сначала заходишь, она горячая. Сверху она горячая. Она больше 37 градусов. Там внизу прохладненькая. Это она очень соленая. Она как на мертвом море. Очень соленая. Готово тут просто три часа болтыхаться. Просто что-то нереальное. Тут нету волн. Это как будто, я не знаю, озеро какое-то. Это что-то невероятное. Музыка. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нам надо ресторан открывать здесь. Я буду посуду мыть. Ты будешь готовить. Ну ты кудесница. Ну и все, ладно, я провела новый для вас компонент. Авокадо, вы что хотите? У меня авокадо, перец и помидор. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Снова по геймпак. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так тепло. О, ласковый такой ветерочек тебя обдувает. Никаких полу нет. Солнышко такое ласковое. Сколько мы плыли туда в море. Дельфинчики, малышки, прям такие малышат. Рыбы меня поразили. То есть они, получается, они вот такие где-то рыбы. Вот такие вот толстые, как дельфины плавают. План-тон. Вот это вообще что-то нереальное. Как светлячки в воде. План-тон, да, плантоны были реально классные. Видно видео, скорее всего, не было видно. Не было, да? Бирюзового цвета просто, но так красиво просто. Я такого не видела. Мне больше понравилось плыть еще до восхода солнца в ту сторону. Да. Так было прям свежо, прикольно. А потом солнышко, потом солнышко начало встать. Ну и сейчас еще у нас есть часа три спокойно почулись здесь. Ну это классно. Загорать, отдыхать. Загорать, отдыхать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, он поэтому битерный болеет. Вот уже. Прямо красивенько. Вот уже ворота видны нормальные. Ой, сколько бамбука. Ох, ничего себе. Вот я про это же. Вот это красоте, Нюшка. И это все наше. Ой, вот это вид. Ой, с ума сойти. Бассейн с видом и такая вот вилла. Ух ты, открытая кухня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нравится? Это круто, Макс! Мне тоже понравился этот вид Как оно? Шикарно! Территория, вид и никого Мы просто в глубоких джунглях В горе Вот с таким вот видом Вот с таким бирюзовым бассейном Вот с такой вот травушкой Идешь плавать? Да Я иду плавать Будем закрывать? Нет, не будем Я боюсь, да они огромные Он теперь у тебя в комнате Не, заходим, смотрим через плечо мое Иначе бежит вон Мамочки, ну вы не пойдете вместе Ко мне с Путином Как тебе декон, мам? Да пипец Ну все, теперь он свет, Макс И как ты его будешь выгонять? Зачем не выгонять декона? Пусть он живет в своей жизни Он к тебе на кровать приползет Мам, он мне когда в жизни Меня не тронет Где он? Вон в конце в самом Знаете, по всей Азии В каждом доме куча деконов Вот так сюда Мам, видела декона? Вон, смотри Ой, господи На утро все остались целы и здоровы Декон никого не тронул Мы собрались и поехали на горячие источники Вам что, ты еще не привыкла жить так в деревне? С такими видными рисовыми полями и пальмами? Мне кажется, как будто привыкла уже Как будто всю жизнь здесь жила, не аточня? Нет, нет, я еще восторгаюсь И, наверное, буду восторгаться бесконечно Потому что моим эмоциям просто нет предела Нет предела Я сегодня наплавалась в бассейне С таким видом Мне нравятся вот эти вот у них бассейны Которые дальше у тебя вид Ты можешь вот так лечь И все У тебя панорама просто красивущая Этот варан Варан Варан-гекон Я аж подпрыгнула от страха Он просто огромный был Он просто Он вот такой ширины И вот такой вот длины Сдумаешь, он тебя будет кусать или что? Ну, Ева меня, конечно, успокоила Я не знаю Ну, я... Нет, не то что кусать Я кусать нету Что он телесно ко мне где-то в кровати залезет Или пройдет где-то рядом Вот это для меня самое ужасное Ну, как-то я вот теперь, конечно, лежала Думала, где же он у меня ночевал Сегодня наш завершающий день в лавине Приехали на море Утро И впереди у нас путь в Ченгу Сегодня Двухчасовой Вот так вот выглядит утреннее море Первый раз мы на этом пляже Сейчас за эту поездку Но так мы его очень любим Пипитошный пляж Как тебе это море, мам? Ой, Макс, мне любое море нравится Главное, что оно тепленькое Оно такое ласковое Так что пойдем сейчас Конечно, песок белый Мне нравится гораздо больше Белый лучше, да? Да Ну, согласен, выглядит презентабельно Это как будто какой-то грязный Как будто грязный, да Вулканический Вулканический Когда был дефицит Когда все было по талонам Когда вообще ничего не было И когда любой пуховик Любой мужской костюм Любую юбку Любой халат просто обычный Невозможно было купить Мама забыла тапочки И они уже их приватизировали Мам, ты украла Дай нас в тапочки? Они такими глазами Типа, а что это ты берешь-то? Какой недовольный Какие же я у них тапочки свои забрала Прибазарили мои тапочки Хорошо, они яркие Я их увидела Ничего бы Как это они их в сумку-то не убрали? Ну, в сумку-то никто еще не оставлял Будут знать Ха-ха-ха Молодец По моему опыту Всегда, когда ты едешь На север Или с севера Бали Именно такая погода Тебя сопровождают по дороге Просто посмотрите Насколько сильный был дождь Несмотря на дождь Дорога была Очень красивая И мы даже Встретили обезьян Хотя это частое явление В Юго-Восточной Азии Ух ты, какая красота Ой, какая мощь Ой, а туда куда-то можно спуститься Смотри, к речке Ой, как классно Очень красиво Подожди, то есть... То есть моя бабушка Мамина мама Поля У нее было 11 детей Да, она была трижды мать-героиня У нее три ордена мать-героиня То есть твоя прабабушка Имеет три ордена мать-героиня Так это за что они их дают? За что много детей? Да, но вот там как-то градация идет по количеству детей Потом начали из леса проскать палочки Начали строить забор Забора не было? Не было забора Что-то было старое Все покрасившееся И сами, дедушка, дядя Поля Строили забор Так и что, мам? Вопрос на миллион Готова к нему? Да Что, мужчине для качественной жизни Нужен диплом? Не обязательно Не всем А что нужно? Желание, вера, целеустремленность Мне не нравится твое рассуждение об учебе Потому что ты сейчас не понимаешь Что это просто Это просто вообще Просто У меня слов на это даже не нужно Это просто глупость Это тупость какая-то Четыре года отучиться И просто не сделать Просто два шага до диплома Получить диплом Зачем? Ты вот себе докажешь Что ты вообще Не знаю Зачем мне доказывать пустые вещи Я могу доказать Что я могу прыгнуть с крыши К чему это приведет? Мне надо прикинь подняться На пятый этаж Выйти на крышу И не прыгнуть с нее Ну тупо же Любое действие можно оборвать Это не будет считаться тупо А вот когда ты вот Слишком умничаешь А еще вот нечем умничать Не совсем Надо забить голову Знаниями Какими знаниями? Знаниями Которые тебе пригодятся в жизни А где мне езжайся? Ты представляешь Что тебе еще в жизни пригодится А где мне езжайся? Молодой человек должен учиться Ты же думаешь Что мне в колледже дадут знания? Ты дальше можешь пойти учиться На то, что тебе захочется А ты не сможешь Я не смогу получать знания Без диплома колледжа В УЗИ нет Знания можно получить только в УЗИ Нигде больше Нет, можно еще саморазвиваться Можно пойти на какие-нибудь курсы Ты можешь прийти к тому Что тебе понадобится Обучение Захочешь, может быть, учиться Конечно, я хочу учиться Я так сейчас хочу учиться Два-три образования получаю И чем они занимаются? И чем они занимаются? Я чувствую, что ты должен Сейчас получить эту курочку Просто для меня Для себя Я понимаю, что она тебе пригодится Для моего успокоения Отдать мне поле для моей жизни Ты не хочешь? Ты это не видишь? Я хочу Что если это будет моя ошибка Это будет моя ошибка Я помню, ты очень расстроилась Потому что меня не взяли в 10 класс Я очень расстроилась Почему? Потому что это, может быть, мой стереотип Потому что я хотела, чтобы ты, закончив школу Поступал именно в высшее учебное заведение А почему меня не взяли? Напомни, пожалуйста Какие там были моменты? Я так что сказала Что ты единственный из класса не хотел учиться Да, ты не хотел учиться Причем тебе не интересно было, что тебе не интересно Тебе интересно было только то, что тебе интересно И всегда говорил, как бы, то, что ты думаешь А зачем учителям человек, который приносит им какие-то там неудобства Всегда обществу, ну, в принципе, мы с тобой про это говорим Удобные угодные люди, которые пляшут под твою душу Ты не плясал Я помню Ты был, ты в садике такой же был Ты был вообще, ты был другой Вот все дети там что-то в песочнице ковыряются вместе Нет, ты вот сам по себе Стоишь порой, смотришь, смотришь Там кто-то куличики сделал Нет, ты подошел, все, чик-чик-чик, все разрушил Кто-то нарисовал в садике, там, на тебя и в садике жаловались Вот кто-то нарисовал картинку Нет, ты подошел, все за коллег Что сделала мама, когда узнала, что Макс курит? Расстроилась сильно, расстроилась Вообще не хотела, чтобы мои сыновья курили Потому что как-то вот пример-то живой есть И я никогда даже не пробовала и знала, что я никогда не буду курить Ты искала у меня сигареты по шкафам? Не искала, а как бы вот после того мероприятия, которое было у вас с Ариной Какое мероприятие? Расскажи про него Туса, мама уехала на дачу, а Макс привел друзей И устроили туса Баночки пива потом я нашла И сигареты Вот тут я охренела На моей кровати, на моей, около, я нашла бы бычок или сигарету Да, было интересное мероприятие Там, короче, такая была история, что сначала я всем говорил, ребят, тебе курите только пожалуйста на лестнице На лестнице, либо максимум на балконе, закрывая дверь аккуратно, что не воняло А потом, короче, я сам напился и начал просто, и закурил сигарету в туалете Мне вообще даже не говори про это Ну все, сейчас не пью, не курю, честно Субтитры сделал DimaTorzok Короче, смотри, пожалуйста, налево, чтобы я не упал в каналах, главное по дороге немного Иногда я буду постараться в нее не падать, но вы смотрите все равно Короче, тут не разъявятся двум машинам, в этом проблема А, но мама не увидела шорткат, каким он должен быть Да, он был раньше очень сильно, короче, раздолбанный Что такое шорткат? Вот это дорога? Да, дорога, которая соединяет две параллельные дороги Она раньше была только для байков, она была раздолбанная, она была из брусчатки сделана, постоянно тряслась, очень была раздолбанная Шорткат это настоящая балийская легенда Что это такое? Это просто дорога, которая соединяет две другие дороги То есть, чтобы не выезжать на большую, можно было просто поехать по ней Когда я приехал впервые на Бали в 18-м году, она была очень плохого качества Она была сделана из брусчатки и постоянно разваливалась Соответственно, машины постоянно падали Рисовое поле, байки с людьми не исключение Это была очень большая проблема, на ней был очень сильный трафик Там пытались ставить столб, чтобы на нее не заезжали машины При этом все равно его постоянно сносили Ставили новый столб, его снова сносили Короче, было вокруг этого столба много мемов Но потом, в 21-м, 22-м году эту дорогу починили И она стала более стабильная, широкая, нормальная, заасфальтированная Но пробки там также до сих пор все равно и сейчас бывают Какой-то вам краткий экскурс по дорогам Чангу Добро пожаловать в нашу вилку Салфчикин, милая Да ну на! Да! Я так от вас ждала Это салфчикин Я открываю коробочку Минджет, включи Все Добро пожаловать в нашу виллу Ух ты! Ну еще и с участком, что в Чангуете Ничего себе! Мама говорит, что это курорт И мы чувствуем себя здесь, как на курорте Мы на курорте! Мы не согласны с тем, что Чангу плохой метр Обычно тут дорога была открыта Я Еве говорю, что вокруг виллы просто какой-то разброд Ну это как в сад, там нет в сад А туда заходишь, как в уголок рая Ева говорит, это Бали Что так везде Один метр Очень контрастно Да А тут прям... Ой, а вон там что? Это вот что там? Улувату 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 наша любименькая моя Улувату Улувату С белым песочком Помните? Вот это туча Я один раз дошел пешком из Чангу До аэропорта Пешком По пляжу И можно дойти? Двенадцать километров Спокойно можно дойти Прямо до взлетной полосы вон туда Вон в конце фонарика примерно Где-то там Нет, тут никто не купается Нет Тут когда можно купаться, но плавать далеко, наверное Когда я тоже приехал первый раз на Бали Я сидел вечером сюда, ужинал на пляже Папай или Манго И никто не плавал, а я всегда плавал Вот так вот никого не было Я бы сейчас пошел бы и плавал Просто сейчас я, наверное, не так хочу сильно плавать На следующее утро мы рано проснулись И нам повезло Светило солнце Поэтому мы сразу каждому заказали такси И поехали на пляж Утреннее время часов до девяти утра в Чангу Люблю больше всего Потому что мало людей Нету пробок В воздухе свежо Спустя пять минут езды Мы достигаем нашей точки назначения Ну что, утро в Чангу начинается, конечно же, с прогулки по пляжу К нему мы приехали на байках Уже день второй, третий Машину я не трогаю Потому что здесь тесно Пробки Поэтому проще передвигаться на байке А так я на байке пока что сам не езжу У меня есть время погулять где-то час И после я поеду в клинику Здесь сегодня, надеюсь, мне наконец-то его снимут Так что пляж Утро Гуляем с создаемки солнцем И через час выезжаем в клинику Какое настроение Выглядит разумительно Ну что, гипс успешно снят по дороге Остановился около магазина Просто проходил его около клиники И купил рандомно себе наконец-то новую камеру Про нее думал, но как-то было все не до нее А сейчас просто шел И сразу купил себе новую А7-4 Вот такая вот она Такая вот она Новенькая А7-4 Выглядит прикольно, что мне нравится Вот тут теперь видео Надо просто одной штучкой переключить И все готово И не надо ничего крутить Слишком много Эта вот штука, короче Теперь видео вот тут переключается Просто отдельно А не сверху на крутилке Ну и конечно то, что дисплей Неворачивается теперь Вот так Это тоже очень удобно Возможно на нее, кстати И попробую что-нибудь потом поснимать Влогового формата Мам У тебя Завтра В В Восемь Утра Серфинг Ты что, Макс, серьезно? Да Ты меня хочешь экстремалкой уже до конца сделать? Восемь тридцать Приватная тренировка с тренером на Куте Что значит у меня? У тебя Мы поедем с тобой Мы будем просто на пляже тусить Как она? Как она? Мы приехали в алкалин ресторан Пойдем вот сюда Помидоры Зелень Какой-то соус с орешками Ну что, мам? Почти что завершающий вечер уже Не, ну вечер-то завершающий уже Скажем, не будет Шикарно, да? Сколько всего было Сколько я впечатлений Получила эмоций Я так вам благодарна Этот подарок Который я просто вообще не ожидала И то, что это три недели Это я не устану повторять Это мне круто Я благодарю тебя за это Я могла бы неделю уже В воскресенье работать И не им покрываться Какие у вас были мысли и переживания Когда Макс уехал в США, а потом на Бали? Ну тут, наверное, были переживания Были волнения Потому что я, естественно, наблюдала за тобой Вот это вот жилье в машине В газете 1 Когда-то уезжал в какие-то горы В какие-то заповедники Где вообще ни одной живой души И я думаю, господи Вот сейчас разрядится телефон Или там у него не будет бензина Где-то там забирался из жары в холод И я думаю, господи, он там замерзнет У него одна рубашка И там какая-то теплая Да и худи И все И один А вдруг какие-то звери Но было страшно Я даже не знаю, что страшнее Америка или Дагестан Ну да, как ты реагировала Когда я хотел приехать в Дагестан? И это вообще было жесть Потому что все говорили Да его там убьют Его там в кермичный завод в рабы возьмут И вообще там одному нельзя И туда, и сюда И вот это было очень страшно Завершающий наш второй вечерок на Бали Будем рады видеть тебя снова В нашем прекрасном тропическом отеле Вы молодцы Вы, конечно, такие трудяги Я, конечно, немножечко Мне жалко, что я попала тогда, когда у Евы был запуск И вы все в делах Вы все в делах С утра до вечера вы работаете Возможно, многие думают Смотря просто в сторис картинку Что, типа, все так просто Вот так вот, типа Я тоже так частично думала Я понимала, что не просто так даются эти проекты Но вот сейчас посмотрела на вас Это с утра до вечера С утра до вечера С утра до вечера С утра до вечера ТЗ Какие-то дизайнеры Рекламщики Сторисы Не сторисы Планы на будущее Громадье просто Вы молодцы? Нет, я просто горжусь вами Мне очень нравится, что мы работаем И мы понимаем, что у нас есть с каждым годом кратный рост Прикинь, кто-то так же работает с утра до вечера, типа, пять дней в неделю С восьми до шести, с девяти до шести Сорок 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 Повышение Сорок три с половиной Нет, прикинь, у вас была бы, типа, у меня тоже возможность Работаешь на работе Ты зарабатываешь сорок А через полгода сможешь заработать мне миллион Ну привет, спортсменка Что ты делала? Рассказывай, как твое Как твой день прошел? Я пришла Там одна женщина была Я присоединилась И начали заниматься Да, как ты говорил Такая нежненькая растяжечка Я думала, что там как-то качать будет Меня тошнить будет Нет, все хорошо Ну, я не ожидала, что вот это последнее упражнение я вообще сделала Ну, это вообще Когда я увидела, ходила там этого визьяна у нее с головы Я просто хохотала, стояла, думала, вот она я А потом лежали Медитация Да, да, да Шум моря Ветер Ой, там потрясающе Мне там очень понравилось Просто очень Медитация Медитация Возьмем И потом Мы идем Возьмем 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 Ну что, сегодня завершающий мамин день на Бали Мы приехали на пляж Кута Чтобы мама сделала тренировку по серфингу Это вот такой вот огромный пляж, кстати, на котором я заканчивал Или начинал? Начинал свое предыдущее видео И это он же Просто мы были немного ближе там к аэропорту Сейчас мы немного ближе к Ченгу Привет Привет Привет, привет, Света Как можно обращаться? Да, Света Да я, вот видите, у меня свину заклинило Поэтому я боюсь Я сейчас вот буду прыгать Я вот наблюдаю за ребятами И вообще, мне сегодня улетать Вот что я боюсь Короче, как я понял, ситуация оказалась следующая Мама заболела поясницей Она не захотела заниматься серфингом Поэтому серфингом занимается Ева Ты будешь снимать ее весь час? Я отдуваюсь Это Ева за меня отдувается Теперь я ее снимаю Привет, королева серфинга Привет, королева серфинга Да, это королева серфинга с вами отговаривает А ну, смотри, на всех Высокадовский и огромный Мама за последние пять минут поплавала в бассейне Полежала на шезлонге, поплавала в ванне Выпила сок Выпила сок Допью сейчас его И что будет дальше? Мама идет в душ и одеваться Последний Евочкин сок Вот и наступил, маман Твой завершающий денечек на бане Три недели пролетели как несколько дней Благодарен тебе, что ты приехала Надеюсь, что в сумке нет гикона, которая полезет с тобой в Москву Может быть и есть Для развода на дачу Спасибо, что приехала Благодарю тебя за все Люблю тебя за все Все, что есть Это благодаря тебе Без тебя у меня этого не было бы Спасибо за такую подарок Просто невероятная подарок Я просто вспоминаю сейчас Как ты мне сказал Я была на даче Я вот тут вот встала около этой Даже не встала Я села вдоль дома вот так вот И думаю Вот это да Вот это да Это как так? Как так? То есть это все реально У тебя сгорел как нос Реально? И вот оно Уже кончилось Давай вспомним все Быстренько пробежимся Улувату Вилла Обрывы Закат Прыжок в бассейн Прыжок в бассейн Прыжок в бассейн Что ты же молодец Пляжи Какие белоснежные Я была целый день Один раз одна Дорога в Убут Рисовые поля Поездка к вулкану Озеро Две виллы на рисовом поле Обезьянки Поющие чаши Кафешки Дорога в лавину Через рисовые поля Красиво Через вулканы Через озера Нежнейшее море Бали Нежнейшее теплее Закат на пляже Поездка на горячие источники Вилла на горе С прекрасным видом Бассейн бесконечный Поездка через дожди Сильные В сторону Ченгу Самый лучший массаж на Бали Шопинг и в Улувату И в Убуде И в Ченгу Везде шопинг Прогулки по морю Прекрасная такая вилла И утром и вечером Попытка серфинга Ты была очень близко к нему Мое питание трехнедельное Между прочим Трехнедельное питание Сыроедческое На минуточку Ты знаешь, что я буду скучать у тебя? Ты тоже будешь? Привет! Привет! Так вот мама нашла сама себе обед по дороге Едем говорит О, дурианы! Мне было вкусно Какой район Бали вам понравился больше и меньше всего? Ну, мне понравился Улувату пляж Два пляжа, на котором я побыла Это просто вот как Мальдивы Вот прям вот красивая, красивейшая картинка И когда мы с Максом туда ездили И когда провела я там целый день Мне очень понравилась лавина тем, что там было просто нежнейшее теплое море И в котором можно было плавать, 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 плавать Наверное, мне меньше всего понравился Убуд Потому что там нельзя плавать, там негде плавать И бесконечный дождь И мне понравилось Ченгу тем, что тут, в принципе, вот такой огромный пляж, в котором можно гулять В принципе, океан, в котором, ну, в принципе, можно побарахтаться, так скажем Ну что, вот и подошли к концу наши три недели с мамой на Бали И еще совсем недавно я не мог поверить, что она приехала Сейчас сложно поверить, что она уже улетает За это время мы стали ближе, чем когда-либо Мы вместе плавали, смотрели фильмы, отдыхали, наслаждались видами Это все было максимально душевно, и я очень рад, что это случилось Мне очень ценно, что я создал себе такую реальность, где у меня есть возможность сделать своим близким такие подарки Открывая для них совершенно другую жизнь Ту жизнь, в которой я живу сейчас каждый день Планета, на которой нам посчастливилось, родится огромная и потрясающая А путешествия по ней стали для меня незаменимой частью повседневной рутины Не зря говорят, что не люди создают путешествия, а путешествия создают людей Прикольные сейчас эмоции у тех, кто только приезжает, наверное Только три недели на завтра мыслишься в другую сторону Совершенно другими эмоциями Они же сейчас зато все с тобой Гораздо больше, чем было дома Эмоции – это то, чем мы обязаны наполнять свои дни, чтобы чувствовать себя живым И уверен, что в этой поездке мама получила их очень много Знаешь, мам, я одному очень рад, что мы никуда не влетаем Ой, да Я бы так, что не хотела никуда лететь Так приятно, иногда не только улететь на нашей стасе А обычно мы наоборот летаем Мне нравится, что вы остаетесь на этой вилле, где я теперь в воображении могу вас представить Мне это нравится Мне кажется, проще любой дом у нас представить Мне всегда надо знать, где мы Я люблю тебя Я люблю тебя, что приехала И приняла мой подарок тебе Я люблю тебя Спасибо за что Спасибо за что Собственно говоря, на этом заканчивается мамина поездка Такое получилось оно видео с ее поездки на Бали Надеюсь, вам оно понравилось Завтра начинается новая глава жизни на Бали уже без мамы Так что сейчас двигаемся, берем с покупки машину Едем снова в виллу И продолжаем жить Мама едет в Москву Приятно делать ей приятное Приятно, что она решила сделать меня И у меня есть все то, что есть у меня Благодарность маме это фундаментальная основа нашей качественной жизни Что мы можем дать Что мы потом получаем взамен самому себе Поэтому, конечно, очень важно быть благодарным родителям Потому что все, что у нас есть Это благодаря им Поэтому я и сделал ей такую поездку Такой подарок Просто не какой-то повод Но сделал Потому что она того заслуживает Она сделала самое ценное, что у меня есть Меня Любите мам, любите себя Спасибо, что посмотрели это видео С вами был Макс Листов Всем пока! 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 Пока!